То, что социальное обслуживание стоит, если оно недоступно для граждан, а для того, чтобы оно было доступно, нужны автомобили. Это актуально и для города, это актуально и для самых отдаленных сельских наших населенных турниров. И вот эти машины, которые, я вам скажу, они уникальны, дело в том, что они разработаны. То есть вот эти машины появились в нашей стране, в нашей стране только вот буквально в прошлом месяце. Благодаря нашей совместной работе с Брестмаш. По заказу ведомства и с учетом предложений общественных объединений, содействующих комфортной жизни инвалидов, предприятие Брестмаш разработало максимально функциональный автомобиль с возможностью перевозки людей с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Важно, что все продумано до мелочей. Транспортные средства, оборудованные подъемными устройствами, имеют технические приспособления для обеспечения безопасного передвижения. Этот автомобиль способен перевозить пять пассажиров, включая водителя, и при этом также позволяет перевозить совместно с ним еще дополнительно пассажиров в инвалидной коляске. Вообще, тема перевозки инвалидов является достаточно тяжелой для Республики Беларусь, требует особой заботы. Поэтому был и разработан такой автомобиль. Первый автомобиль оборудован дополнительным пассажирским креслом для перевозки инвалида, поворотным механизмом так называемым, который позволяет перевозить более активного, то есть инвалида, которого можно двигать, пересадить из кресла коляски. А второе инвалидное место оборудовано дополнительной лебедкой, которая до двух тонн позволяет затягивать усилия в салон. Сегодня на базе открытого акционерного общества «Брестмаш» прошло торжественное вручение ключей от 18 новеньких спецавтомобилей представителям территориальных центров социального обслуживания населения и домов-интернатов Гродненской, Витебской и Минской областей. Специальные транспортные средства, вводимые сегодня в эксплуатацию, значительно улучшат качество обслуживания граждан и упростят оказание им необходимой помощи. Я очень благодарна нашему министерству за то, что мы попали в этот список и нам дали такой хороший автомобиль для того, чтобы мы могли оказывать те услуги, которые нуждаются наши подопечные. Наш Минский район – это район, который находится в отдаленных деревнях, где уже мало населения, и нам этот автомобиль очень необходим, потому что инвалиды у нас в районе 1045 инвалидов общего заболевания, пожилые люди. И когда мы этим автомобилем сможем оказывать те услуги, которые они нуждаются, мы видим, какие глаза у них загораются, как сегодня у нас, когда мы увидели этот зал, когда нам вручили эти ключи. Мы с такой благодарностью, с таким воодушевлением, вы не представляете, что хочется больше и больше отдавать этим людям, больше и больше для них делать, больше кружков, больше клубов организовать, чтобы мы их можем доставлять в наш территориальный центр, и они увидят то, что не видят в дом, когда они сидят в четырех стенах. Работа в этом направлении будет продолжена. Так, согласно закону о республиканском бюджете, на 2024 год уже заложены средства на покупку новой партии специализированной техники для территориальных центров социального обслуживания населения и домов-интернатов. Упор министерства планирует сделать на закупку микроавтобусов, что будет позволять на тот момент законодательство. Ну и вот так вот уже будем. Дальше будем смотреть. Может быть, это будет частично так, частично так. Какие-то будут моменты, которые здесь. Да, это новая машина, это здорово, но понятно, что что-то надо дорабатывать, что-то всем покажет в процессе эксплуатации. Значит, посмотреть на машину, которую мы сейчас планируем к закупке в следующем году, можно прямо здесь. Предварительно предложена была комплектация на базе МАЗа 365-022. Это цельнометаллический фургон, переоборудованный пассажирский микроавтобус, способный перевозить 9 пассажиров, 2 инвалидов и водителя. Данный автомобиль планируется к изготовлению на следующий год. Значит, это категория автобуса, оборудован он 9 местами для перевозки пассажиров, также двумя местами для перевозки инвалидов в кресло-коляске. Также оборудован, в отличие от легкового автомобиля, электрогидроподъемником, способным доставлять инвалида просто в кресло-коляске прямо в машину. Мы можем в зависимости от пожеланий клиента менять комплектацию, менять техническое задание, наши технические характеристики. Соответственно, получается совершенно другой автомобиль, обладающий теми характеристиками, которые нужны непосредственно конечному клиенту. Для открытого акционерного общества «Брестмаш» возможность участия в разработке и комплектации специализированных машин для людей с ограниченными возможностями является важным аспектом взаимодействия на уровне государства. Мы рады, в принципе, и спасибо огромное министерству за поддержку, что все-таки родился такой проект. И на следующий год мы надеемся тоже сработать и реализовать в адрес министерств Республики Беларусь другие виды машин для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Виктория Гапутина, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.